Продолжение следует... 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 сеткой неподвижной координатной длины всей планеты. И, наконец, здесь учитывается эффект Эйнштейна. Если бы мы не учитывали теорию относительности в этом телефоне, мы бы не могли с помощью навигатора ездить по Амскверту, потому что ошибка определения координат была бы плюс-минус 100 метров. Так что сначала появится наука, потом это превышается товар, который можно продавать и обидеть. Нельзя сказать, что научно-техническое сотрудничество полностью отсутствует на пространстве ЕАЭС. Необходимые взаимодействия в сфере науки и образования государства члены подтвердили на уровне профитных министерств, заключимый меморандум в образовательном научно-техническом сотрудничестве на евразийском пространстве в 2016 году. Можно отметить, что сегодня об этом Сергей Николаевич говорил, активную работу по созданию единого цифрового пространства, определение приоритетов в церковной крестине до 2025 года, чтобы способствовать интеграции в целом и в научной сфере большинства. Однако примечательно, что договоры ЕАЭС возможности совместных научных исследований предусмотрены только в промышленной политике и сотрудничестве. Российская академия наук в 2013 году была реформирована, как вы знаете все. И научно-технические институты, их было более 500 лет, были переданы сначала в Агентство, теперь в Министерство науки и образования. И Российская академия наук, вот уже шестой год после этой реформы, она ищет, я так скажу, просто свое место под солнцем на научной площадке нашей страны и в мир. И главная задача, которая сейчас за нами закреплена, это экспертиза и научно-техническое работа всеми научно-техническими работами нашей страны. Российская академия наук занимается разработкой стратегии, планированной на развитии нашей страны, и занимается международной идеей. Мы отвечаем за международную политику в области науки и образования. Российская академия наук и академии наук стран-членов ДРС, значит, они должны быть использованы, этот потенциал должен быть использован для укрепления интеграции. Так и сделали совместные исследования, что можно было бы считать новой точкой роста для Евразийского экономического союза. Наша академия активно сотрудничает с партнерами по ЕАЭС. В этой работе активно участвуют. У нас есть такое понятие, как зарубежные члены Российской академии наук. Вот у нас в Армении 4 академика являются нашими членами. В Беларуси 12, в Казахстане 11, в Киргизии 3 представители. Со всеми государственными членами подписаны соглашения о сотрудничестве в научной сфере. Например, между Россией и Арменией в сотрудничестве 35 действий с каждой стороны. Между Россией и Киргизией по 15 действий. В рамках союза государства Россия и Беларусь проводятся совместные состания президента Академии. Недавно мы обсуждали роль науки в социально-экономическом развитии и продвижении с единого научно-технического поста. Но помимо самого научно-технического сотрудничества, которое в основном заключается в двухсторонних диалогах, наука цена своей мягкой силы. Инструмент публичной дипломатии. Публичная дипломатия на просторах ЕС давно используется по разным структурам. Рост сотрудницам, фондам «Русский мир», фондам поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, российским церковным транспортным диалогам и другим. Однако именно научная дипломатия, в свое время сыгравшая важную роль в сохранении мира на Земле, может посвящать трайверам повышения интеграционного уровня диагноза. В свое время, напомню, советские и российские ученые сыграли важнейшую роль в сохранении мирового баланса сил, отодвинул угрозу дядя Мавелья, я просто для присущих на поле фамилии Академия Росакова, Великова, Сельдеева, Лаверова, Кримакова, Дейнкина, Форкова, Кокоша или многих других, которые очень многое сделали для того, чтобы этот баланс соблюдался. Ран в настоящее время российская академия введет работу по восстановлению системы межакадемических обменов и развитию академийской мобильности. Вот то, что важно для нас, для тех, которые мы сегодня обсуждали. В свое время в Советском Союзе, потом, вплоть до последних лет, мило такую форму взаимодействия в области духа, как безвалютный эквивалентный отмен. Допустим, энное количество, 100 молодых ученых России выезжали в страну по Франции и работали в их институтах. Кто французов приезжает, в наши институты работали в наши институты. Вот в Франках Евразийского экономического союза было очень интересно и важно восстановить такую форму обмена и академической мобильности. Самым действенным механизмом расширения научно-технического сотрудничества между государственными членами могло бы стать создание фонда, специально фонда, финансирование совместных научных разработок, исследований или разработка специальных программ сотрудничества, поддерживающих правительственные страны-участники. Вот Сергей Дмитриевич Бадунов рассказывал про совместные работы с Китаем, про развитие сотрудничества с Китаем. Привезу также пример того, как наша академия сейчас сотрудничает с Китаем. Вот недавно в присутствии нашего президента и председателя КНР в связи в ПИНЕ было личное соглашение между Российской академией и Китайской академией на трудничество сотрудничества. А уже летом текущего года у вице-премьера Голикова делегация Китайской академии, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации академии нам подписали дорожную карту совместных работ. Мы говорили, что по самым интересным, самым важным направлениям исследований, ну вот перечислю некоторые, глубоководные исследования, то есть океаны, нейронауки, крайне важные исследования мозга в нашей нейросистемте, «Сверхсильный лазер», «Вопросы экологии и природной катастрофы», «Исследования тибетского плата». Вот эти работы и многие другие сейчас будут профинансированы проекты с двух сторон – китайской и российской. Это хороший пример того, как должно на практике организовываться научно-техническое сотрудничество между странами участия. В завершение, я говорю, пришло время приступить к работе по созданию единого научно-технического пространства государства членов ЕС. И наша Российская Академия, во взаимодействии с Академией наук стран-участниц, готова разработать необходимые предложения и представительность на территории России. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.